всем привет это hi-fi стерео орг сейчас посмотрим на работу и функциональность одного устройства который называется сиди проигрыватель harman kardon hd 970 но на сегодня поскольку формат болванок уже можно сказать устарел и занимает там не более пяти процентов от рынка вот на этом проигрыватели есть очень полезная функция это коаксиальный вход то есть он может работать как внешний цап или как сейчас принято говорить звуковая карта то есть можно подключить к компьютеру как внешнюю звуковую карту внешне цап по коаксиальному входу если у вас юсби выход то придется задействовать юсби конвертер но они есть недорогие с волновым сопротивлением я думаю проблем не должно возникнуть потому что это проигрыватель современный не слишком навороченный но очень очень хорошего качества цап на борту можно использовать как высококачественный hi-fi цап сейчас непосредственно вот он и подключен как цап вот на дисплее отображается формат bcm с разрешением 44 килогерца качестве приводного устройства используется сейчас вот этот проигрыватель copland с него подается цифровой сигнал на цифровой вход этого харман кордона у самого есть сиди привод сейчас покажу как это реализовано на пультике есть специальная кнопочка переключения входа вот я переключил на оптический по оптическому ничего нет вот плеер сейчас работает компакт звук идет компакт диск который стоит внутри проигрывателя вот он стоял на паузе на том месте на котором прямо во время воспроизведения был проигрыватель переключен на другой вход на вход коаксиал вот сейчас непосредственно идет воспроизведение с компакт диска я его извлеку так это закроет и нам уже не нужно и произведем переключение на коаксиальный вход сейчас покажу как сзади это реализовано то есть в отличие от других обычных проигрывателей помимо аналогового выхода и коаксиального выхода или оптического есть еще входы цифровые коаксиальный и оптический вот сейчас покажу при отключении цифрового провода пропадает звук вот подключили звук пошел вот этот коаксиальный провод идет на другой проигрыватель с которого мы берем цифровой сигнал также сигнал можно взять по коаксиалу со стационарного компьютера отключение включение цифрового выхода вот таким образом реализована функция внешнего цапа из-за этой функции такие проигрыватели остаются актуальными на рынке еще длительное очень длительное время потому что у обычного проигрывателя к примеру привод сломается и уже ничего не сделаешь либо ремонтировать либо если дорогая головка но ремонтировать к сожалению не получится вот опять-таки компакт диски не всегда удобно эксплуатировать а с компьютера на большом жестком диске или с нас накопителя там с компакт дисками возиться не надо просто в каталоге выбираешь что нужно запустить и пожалуй сигнал подается на цап то есть нет работы с физическим носителем вот нет рисков повредить носитель вот и нет лишних телодвижений которые зачастую бывают и неудобными и дорогими то есть вот так вот с одной стороны этот предмет был выпущен позиционировался как сиди проигрыватель а с другой стороны на сегодня проигрыватель не актуальны но актуальны внешний ЦАП то есть вещь смело можно эксплуатировать как внешнюю звуковую карту или внешний ЦАП единственно размер крупноват в сравнении со стандартными маленькими небольшими звуковыми картами которые зачастую там не больше стандартного пульта управления но зато здесь качество высокое оригинального пультика нет есть вот такой вот китайский все функции кнопки все вбил обучил самая главная кнопка вот эта красненькая это функция включения ЦАП вот переключаемся на коаксиальный вход либо на оптический на какой подключен у нас провод на какой идет сигнал и получаем уже аналоговый звук на выходе аналоговый сигнал в общем вот так вот кому интересно по сути вещь представляет собой полноценный внешний ЦАП кому интересно пожалуйста приобретайте путем обмена или просто за наличку на этом все за внимание спасибо до свидания за которую я деле надеюсь что какие